Во всем мире в октябре отмечают Международный день врача. И сегодня мы познакомим вас с доктором, который отдал медицине более четырех десятилетий. Софья Магомедовна Байрамукова – доктор-кардиолог. По словам ее коллег и благодарных пациентов, это врач от Бога. И работа, безусловно, для нее не просто деятельность, а призвание. Наш корреспондент Бала Джизаева узнала у Софьи Магомедовны о том, каков был ее путь в медицину и какими принципами доктор руководствуется в своей работе. Здравствуйте, Софья Магомедовна. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Я сразу хочу поздравить вас с таким хорошим праздником, как Всемирный день врачей, который отмечается в октябре. Кого как ни вас поздравлять. Вы – врач, доктор с сорокалетним стажем. Но я хочу здесь сказать о том, что у вас было такое желание, такое стремление быть доктором, что вы пять раз поступали. И причем поступили, поступали не куда-то, а поступили в Московский институт медицинский имени Пирогова. Один из самых престижных, самых известных. Успешно его закончив, вы сорок лет лечите людей. Вы – кардиолог. Хотела бы узнать у вас, откуда такое стремление быть врачом? Я знаю, что в вашей семье докторов не было. Да, в семье не было врачей. Дело в том, что я где-то в шестом классе попала в больницу первый раз. И мне очень понравилось измерять температуру, ставить банки, научилась измерять давление, училась делать уколы на подружках. Ну и это желание было помогать. И видела больных, которые приходили с высокой температурой, в плохом состоянии, которые выписывались с улучшением. Вот очень хотелось, конечно, тоже оказать людям вот такую помощь, чтобы они получали помощь. Софья Магомедовна, какие качества, на ваш взгляд, должны быть присущи врачу и, в частности, кардиологу? Это узкая специальность, но в целом врач должен быть, в первую очередь, конечно, грамотным, который должен стремиться постоянно повышать свои знания, улучшать. И обязательно должны быть человеческие качества. Сострадание. Сострадание должно быть к больному. Не как обратиться, что он с какой-то ободачкой. Это не твоя ободачка, я отправлю. Но ты должен больному сказать, кому обратиться, какие анализы сдали. Чтобы не было равнодушия отношения к пациенту. Каких принципов вы придерживаетесь в своей работе, нелегкой работе? В первую очередь, чтобы помочь человеку. Если даже это не по моей специальности, он приходит, конечно, большинство приходит, считая, что у них болит сердце, особенно люди молодого возраста. Обследуем, уточняем все и объясняем, к какому специалисту обратиться. Софья Магомедовна, на Ваш взгляд, вот чего нельзя никогда говорить пациенту? Вообще, я считаю, нельзя говорить о плохом прогнозе. Нельзя больному говорить. Стараться все-таки вселить больного оптимизм. Стараться. Нельзя говорить. Мы не ораны, мы не знаем. Поэтому нельзя вам заговорочно. Вот так вот у вас будет то-то, то-то. Нужно ли любить каждого своего пациента? Конечно. Нас в институте как учили? К больным надо относиться так, как бы вы хотели, чтобы к вам относились, и к вашим близким. И поэтому, когда человек приходит к вам, он приходит с надеждой, что ему помогут. Вот буквально, вот пример могу даже привести. Ко мне на узи сердца пришел пациент, который буквально кончился от боли в поясничном отделе позвоночника. Был у невролога, невролог сказала, обследуйтесь, потом подойдете. То есть помощь даже не была оказана. Он даже не мог лечь на кушетку. Вот такое отношение я не приемлю. Вот вдруг вы просыпаетесь министром здравоохранения. К примеру, что бы вы изменили в системе здравоохранения? Убрать вот эту плановость в медицине, я считаю, это абсурд. Когда любая болячка лечится за 10 дней. Это экономика, понимаете? Это не медицина. Или же план по заболеваниям. Значит, план по гипертонической болезни выполнили. Мы этого больного с кризом уже не можем положить. Ну вот это я... Или план по смертности. Но я считаю, плановость в медицине – это абсурд. Софья Магомедовна, еще раз вас со Всемирным днем врачей поздравляю. Желаю вам успеха в вашей нелегкой работе. И желаю вам здоровья. Спасибо, что были сегодня у нас в гостях. Спасибо и вам, Белла, что пригласили на передачу. Спасибо.